Кожного. Ну, коли нехто не любить Габрею, ну, как бы, ну, это ягонное право, там, ягон могут забанить в суполках, але этого, ну, это право у человека не забрать. Вот, там, нехто не любит, там, украинцев, например, я не люблю украинцев, скажу широ, вот, ну, нехто не любит поляков, нехто белорусского не любит, они кажут, мы русские, русские люди со знаком качества, вот. Тому, ну, давайте все-таки, ну, относиться больше с полага, один до одного, и слухать то, что кажут люди, коли не слухайте, ну, можете просто отыходить, там, ну, это ж, никто никому не, ну, не навязывая свою позицию, так что, коль ласка. Я вздавила фотографии все. Дед Дорог, я хочу выступить на кон того, что я не люблю спецслужбы России, а так само их филиал в Беларуси КГБ. Это одна структура, которая кируется из Москвы. Лукашенко это агент российских спецслужб, он, вернее, давно был проведен российскими спецслужбами у Беларуси на президента. Потом он изменил конституцию, снищил фактически мову, то, что было уже проведено патриотами Беларуси, Зяновым Позняком и партой БНФ, которая еще была до раскола. Калиб, пришла это из ТОТа, и он все предприемства, которые уже переходили на заходные технологии, перевел назад, на российские, составлены на российских технологиях, и то есть зараз, что такое же братство в Беларуси, это миновито виновата Россия и их агент Лукашенко. Зараз по тропу санкции для режима Лукашенко. Я хочу сказать, что санкции повинны быть для России. Зараз. Я поглядел тех, которые называют себе лидерами протеста, и они все завертаются до Путина. Типа, коли Путин бы Лукашенко им-то помог скинуть, то я в фильме добро поставился народ. Отсюда такая выснова, что они так само с Путиным, раз они завертаются. Они кажут, что Россия оккупанты и воры, и они Путина подают не по возволителю. Ну это просто смешно. К тому я зарабил вывод, что они так само агенты. Хвалили постоянно Путина, одна его героем называя, Бабарыка писала, что Бакулишов, что Беларусь ничего не сможет без России, что национальности от дома мало, там 10 от сотку. Это неправда. Национальный свяодомок вельми шмат. Вот вы заразу стоите с белочервоно-белым стягом. Это уже национальная свяодомость. Я размулял человеком, которого зараз в Беларуси посадить хочет, он сюда приехал. Он сказал, что в Витебску все супрят Россия, супрят их оккупации, за незалежность. Тому, коли вам будут на ваших телеграм-каналах расповедать, что беларусы там за Россию не верят, это неправда. Беларусь повинна зарабить Паустанне, как мы рабили, наши протки рабили 122 годы в Российской империи, супротроссийской империи, именно это наши, беларусы. Все керувники Паустанню, супротроссии, все были беларусы, а не поляги. Второй же. Наш народ это самый замыгарный народ. Больше, чем все остальные народы вот тем самым у Российской империи с 1300-х годов били москалей. Не пускали их в урок. То есть ни раз их не пускало. Москва это был луз Орды. И у них не было николи князей. У них бекли орбек, приезжав в Орду, стоящийся на колене перед ханом, у хамутей отремлевал язык накирования Москвой. А наши были рейсы размагались, сбились с москалями и за всеми остальными. И за Ордой. И вас справа заразуметь, кто ваши протки, и вызволиться от российской оккупации. И тому закликать требует не супротр режима Лукашенко, а супротр режим московского оккупационного режима Лукашенко и Путина в первую чергу. чтобы санкции повинны быть. Сталивана супротроссия, чтобы она очапилась от Беларуси. А зараз подвяли войски, они задавили беларусский народ, которым керывали агенты ФСБ. Все вот гэта бабарыки, цыпкалы, бабарыка загачек ФСБшного банка, Газпрому, цыпкалы, депмиссиях был, Тихановский есть виду, русский мир хвалит. Повыжан, у нас требовалось историю глядеть, откуда люди пришли. Их тому и взяли, что они были с русского так званого мира, с московского. И они 7 месяцев уводят людей, людей всех сняли на видео. Спили, забили. В один день, только 14, в Витязь, было 14 людей с мягкими головами по Забивану. Запугали батьков, родню, чтобы никто ничего не казал. Далее. Зараз сует людей. Там все дивятся, что сует ни за что. Повыжаны, сует именовито за то, что вы стали белорусами. Павла Шеремета взорвали в Украине за то, что тот сказал, когда был Майдан, что я долго не разумел, что нужно разговаривать на своем мое. Купил книжку, буду учить белорусскую мову. Через пару дней его взорвали в машину. И зараз людей забивают, что заявилась вядомность. Они хочут снищить белорусскую насу. Им потребно просто такое так сказать, масса несвядомых людей, которых они хочут забрать под российскую оккупацию и расселить по всей России. Беларусь заселить за Россией массой. Тому треба брать сброя будет в наступной революции, когда я на этом мая. Супрадная революция. Это бы не была революция. Это бы просто выступ людей там вышли, а фактично агентура зарабила звучальный бунт сопротив одного человека не не знаю, шестерки ФСБ. Дякую, давайте похлопаем.